Как сообщает сайт РИА Новости, проект закона о регулировании удаленной работы был подготовлен председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Правой документ предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Новый закон разграничивает три основных понятия. Собственно, дистанционная или удаленная работа, временно дистанционная работа и комбинированная удаленка. Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку без их согласия в случае ЧАЭС, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Перевод сотрудника на удаленную работу не сможет стать основанием для снижения зарплаты. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить подчиненного, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право работников на удаленке быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа. Более подробно с текстом закона, который вступит в силу с 1 января следующего года, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Продолжение следует... Продолжение следует...